Терроризм, коррупция, геополитика и тернистый путь к русской мечте. Сегодня обсудим эти и многие другие темы с писателем, журналистом, общественным деятелем, главным редактором газеты «Завтра» Александром Прохановым. Здравствуйте, Александр Андреевич. Вы приехали в Крым не просто отпраздновать вместе с нами годовщину воссоединения с Россией, вы снимаете фильм «В поисках русской мечты». А о чем он будет? Кто будет главными героями? Это целая большая длинная затея. Я снял 13 фильмов, проехав 13 российских регионов. И в каждом из этих фильмов я старался понять глубинные сущности этих земель. Вы ведь их, если угодно, поэтическую или философскую метафору. Потому что все русские регионы, они очень непростые. Они находятся в такой сложной динамике, развиваются по сложным синусоидам. И в основе этой динамики лежат переживания, войны, оккупация, появление великих мыслителей, художников, крах, разрушение последних времен, восстановление его персонажа. И все это вместе взято, связано с движением, с полетом земли и региона в русской истории. Вот этот полет, эту силу, этот двигатель, этот стартовик, который запустил русскую историю, я называю мечтой. И поэтому 13 фильмов — это 13 мечтаний, которые вливаются в общерусскую, в огромную общерусскую мечту. Есть американская мечта, она сформулирована американцами, как град на холме или крепость на холме. Есть китайская мечта, которая тоже вошла в документы партийные, и она связана с восстановлением китайского достоинства после десятилетий или даже столетий унижений. А есть русская мечта. Эту русскую мечту никто не сформулировал. Мы чувствуем, что она есть, потому что мы очень мечтательный народ. Но она есть, но ее не сформулировали. Так вот, мои исследования, мои переживания, мои исследования русской истории помогли мне сформулировать русскую мечту. Русская мечта — это храм на холме. Если американская мечта это град на холме, то русская мечта это храм на холме. Храм на холме нашей истории, в которой великие потрясения, великие свершения, откровения, победы и поражения мы насыпали этот холм, но на вершине поставили этот божественный храм, который стремится к небесам и черпает из высших сфер вот эту божественную лазурь. Вы говорите, да, проект по сути, поиск русской мечты, так он называется, но вы ведь ее уже нашли, вы ее четко сформулировали. Я ее нашел, но я ее еще не обнародовал и этому будет посвящена работа, которая скоро выйдет. Я назвал ее «Ты русский мечтатель». Здесь я как бы собираю в пучок опыт, который я нашел и выявил в землях, в регионах и соединяю ее вот в эту общую интегральную метафору русской мечты. Регионов, которые вы посетили, по сути, 13 фильмов, о которых уже выпущены документальные фильмы, но ведь в каждом регионе свой особый менталитет, в некоторых своя историческая составляющая присутствует. А если говорить о фильмах, которые вы снимаете здесь у нас в Крыму, Севастополь, я так понимаю, и Крым, а стоит ли разделять в принципе эту территорию на две составляющие? Севастополь и Симферополь? Мне кажется, нет. Для моего подхода, для моей работы существует крымская мечта, и она, эта крымская мечта одинакова и для Севастополя, и для Симферополя. Мне кажется, в Крым без Севастополя бессмысленно рассматривать, но и Севастополь, который, конечно, распространяет свое русское мессианство, свою русскую энергию, свою русскую святость, распространяет на весь Крым. Он, конечно, тоже требует общей крымской, такой вот земли общей крымской истории. Нет отдельной истории Севастополя и истории Крыма. Это одна общая крымская история. Да, и, наверное, распространяет эту святость в том числе на территории всей России, да, что, собственно, мы можем судить, да, пять лет назад жители полуострова однозначно высказали свое мнение на референдуме 2014 года за то самое русское будущее, о котором мы с вами говорим, за ту самую, наверное, русскую мечту. Мы пришли к этой русской мечте через Крымскую весну. А вот что делать дальше? О чем мечтать? Если, по сути, уже наши основные чаяния, наши мечтания уже осуществились? Нет. Я сегодня как раз говорил с губернатором, с Аксионом. Я попросил его отличать цель и мечту. Скажем, цель воссоединения с Россией, она осуществилась, она реализована. А мечта — это нечто большее, несравненно большее, чем цель. Мечта — это та лучезарная, недостижимая, быть может, или достижимая через столетия или тысячелетия, такая поэтическая или даже религиозная метафора, которой мы стремимся, и она постоянно от нас ускользает. Мы стремимся, ведь Русь стремится, и русский человек стремится к идеальному бытию. Он стремится создать общество справедливости, но не просто социальной справедливости, а божественной справедливости. Вот коммунисты стремились создать общество социальной справедливости. И они, мне кажется, совершили ошибку, упустив из виду божественный характер справедливости. А божественная справедливость, она устанавливает гармонические или симфонические отношения не только между человеком и человеком, между государством и человеком, между государством и обществом, но и между машиной и природой, между небесными светилами и земными цветами. Эта симфоничность, она достижима только, если говорить пафосно, в Царстве Небесном, то есть в раю. Это гармония и абсолютная безгрешность, абсолютная прозрачность для света возможна только в раю. По сути, мы мечтаем о том, чтобы на земле был рай. Об этом говорят все великие, значительные русские ясновидцы на всем протяжении русского пути. Об этом говорят русские сказочники, об этом говорят великие православные мистики, такие как Старец Филофей и Патриарх Никон. Об этом говорит вся русская словесность. Все русские писатели и художники, начиная от Сумарокова и кончая Твардовским, включая Шолохова, Бунина, Толстого и Пушкина, все говорят об этом идеальном бытие, о райской сущности, в которой сияет звезда пленительного счастья. Сущная вифленская звезда, которая дошла до наших дней и превратилась в русскую полярную звезду. Об этом говорят русские космисты, об этом говорят русские большевики. И об этом, по сути, говорит и вся сегодняшняя история России, которая могла оборваться на 1991-м годе. И у меня было ощущение, что русская история кончилась на 1991-м годе. Разверлась страшная черная дыра, в которой навсегда утонула русская государственность, русский народ, все русские смыслы. Но русская мечта, как животворящее начало русской истории, она из этой черной дыры вынурнула. И опять она создавала русское государство новое, Пятую империю, как я его называю. И она руководила и руководит президентом Путиным. Она руководила и руководит крымчанами. Вся крымская весна, она чудесна. Это гораздо больше, чем социальное восстание. И гораздо больше, чем национальное восстание. Это какое-то преображение. И в крымской весне, и в воссоединении Крыма с Россией, Россия видит чудо. В буквальном смысле. Крым был подарен России Господом. Он не был России завоеван с помощью войск. Вот эти вежливые люди, ну что это, смехота. И мы же знали, как брали Крым во времена Перекопа, например. Значит, Крым был дарован. Это великое дарование. И это дарование преподнесло эту победу прежде всего вам. Вы взяли ее в руки, эту победу, без кровопролития, без насилия. И потом эту победу передали в Россию. Поэтому крымская весна, ее нужно торговать в контексте русской мечты. А что произошло? Чем Крым, чем Крым, что Крым поставляет в Россию? Россия поставляет по Крымскому мосту продовольствие, газ, электричество, воду. Может быть, какие-то боеприпасы для флота и армии. А Крым поставляет в Россию херсонесскую тайну. Крым поставляет в Россию вот это учение, херсонесское учение о Царстве Небесном. Потому что с херсонеса началась русская государственность. Князь Владимир, побывав здесь, приехав сюда язычником, он вернулся в Россию державным, православным князем. И он создал первое киевско-новгородское русское государство, православное государство. А потом это государство превратилось во вторую империю, в Московскую Русь. А потом эта Московская Русь превратилась в Романовскую империю. А Романовская третья империя превратилась в Сталинскую, Красную империю. А эта империя рухнула в 1991 году, я сказал, она сейчас благодаря этой мечте, херсонесской мечте. Херсонес — источник этой мечты. Это купель, которую опустил свои стопы князь Владимир. Из нее эта мечта вылетела, долетела до Тихого океана и продолжает лететь над Россией. Поэтому крымская мечта — это херсонес. Осмысление роли херсонеса как духовного плацдарма, духовного отца для всей русской государственности объяснит, почему Крым столь прекрасен. Почему Крымская война, Первая Крымская война, она воспринимается как священная война. Есть много других войн в России, кроме Великой Отечественной, но они не воспринимаются как священные. А Крымская война с этими великими адмиралами, которые погибали на редутах, с Толстым, который формировался как великий художник именно здесь, с Пироговым, который не различал, будь то матрос с оторванной ногой или раненый смертельный корнил. В нашем создании это священная война. А почему? Это война за херсонес. Это не война за проливы. Это не война за коммуникации, не война за флот. Хотя все это было, конечно. Это война за флот, за проливы, за коммуникации. Это война за херсонес. Александр Ильич, может поэтому стало возможно осуществление этого чуда, как вы назвали, воссоединение Крыма и России. Но рукотворного, наверное, чуда, потому что многие люди тоже участвовали в этом процессе. Но вот крымчане, по сути, получили то, что хотели. И теперь непосредственно от нас зависит, как мы будем жить. Хорошо, плохо, мы уже движемся к своим каким-то дальнейшим целям. А вот что насчет других наших соотечественников? Взять во внимание тот же Донбасс, Харьков, Одессу. Три миллиона русских людей. Некоторые говорят, что их, в отличие от крымчан, Россия бросила. Это так? Нет, ну Россия бросила и Аляску сейчас свою, и Форт Рост Россия бросила. И она бросила Рейн, на котором побывали наши танки. Она многое бросила после 91-го года. Россию бросили. У России появились такие лидеры, такие правители, которые затоптали русскую мечту. Они отшвырнули Россию на три века назад. И чудом мы уцелели. Поэтому Россия бросила. Нас всех бросили. И вот сегодня Россия, эта брошенная Россия, она возрождается, она встает. Она как цветок распускает этот свой таинственный бутон. И поэтому судьба русских, она не плачевна. Все, всему свое время. Время Крыму, время Донбассу, время собирать камни. Бог его знает, может скоро время Аляски посмотрим. Александр Ильич, вы говорите, что русский народ является самым большим в мире разделенным народом. А вот сам народ это понимает? Украинцы, белорусы и прочие это понимают? Ну мне трудно сказать. Я просто знаю, что после того, как русских рассекли, топором их разрубили, тушу разрубают, они перестали дышать, они перестали творить, они перестали думать. Они, это несчастье, которое случилось, заставило женщин отказаться от своих детей. Женщины перестали рожать. Ученые перестали совершить это открытие. То есть разделенность, это беда гораздо более страшной, чем бомбардировки. И вот это тайное понимание вот этого несчастья и горя парализовало русский народ. И Крым, Крым, он как поцелуй вот этого прекрасного царевича, он поднял Россию с хрустального гроба. В этом чудо Крыма. Крым, вернувшись в Россию, сказал русским, время раздавать и разбрасывать территории кончено. Время уныния, время поражения прошло. Господь опять к нам повернулся. Русские люди нашли все силы и волю соединиться. Этот процесс начался, и он перекинулся на Донбасс. А что будет впереди? Ну я не пророк, но я-то внутренним сердцем чувствую, что у России все будет прекрасно. Ну а что вот сейчас современной России, Пятой империи, как вы ее называете, делать с той же Украиной? Вот как помочь? Или не надо в принципе помогать, а просто... Ждать пока ее раздербанят. Как простые украинцы и россияне в принципе будут дальше общаться через вот спустя пять лет вот этого непонимания и давления? Знаете, повторяю, я не геополитик и не политолог. Есть искушение, предложили этот рецепт. Вот смотришь наше ток-шоу в России. У всех свои рецепты. Пора бомбить Киев. Или давайте отключим Россию от газа. Украину от газа. Или давайте заниматься тайными операциями. Это все технологии. Это технологии. Правильные и неправильные технологии. А есть такая категория, как история. История выше, чем технология. Выше, чем технология. И человек, который изучает русскую историю, действительно изучает и чувствует русскую мечту, говорит, что все образуется. Все войдет в свои берега. Как? Не хочу гадать, но войдет. Все войдет в свои берега. И очень глубокие геополитики. Среди них мой друг Александр Ильич Дугин. Он рисует карту русского мира, которая неизбежно сложится в середине этого века. Он практически восполняет во многом границы Четвертой империи. Вот Владислав Сурков недавно написал о глубинном народе России. Что вы об этом думаете? Народ в нашей истории в основном безмолвствует. И все за него делают какие-то отдельные герои? Или все-таки наоборот? Суть заслуги принадлежит конкретным людям? Работа Суркова показала, что настало время для крупных суждений. Настало время для крупных обобщений. В нашей русской истории кончилось время рефлексий интеллектуальных. Который объясняет тот или иной поступок президента или элиты как необходимость, как ответ на угрозы. Настало время сформулировать большие концепции, касающиеся народа, истории, власти, русского человека. И, скажем, вера в учение русской мечты – это одна из таких стремлений. Крупно обобщить их. Что такое глубинный народ Суркова? В свое время был малый народ Игоря Шафаревича, который за эту категорию получил такое количество плюх. Его называли антисемитом и фашистом, кем угодно. А он сказал о существовании периферийного народа по сравнению с глубинным народом. И Сурков, сказав о глубинном народе, не сказал о периферийном народе. Хотя периферийным народом является элита. Сегодняшняя российская элита – это периферийный народ, который не понимает своего глубинного народа. Он его не понимает, он его боится, он его шельмует и губит. Он предлагает глубинному народу свой вариант истории, свой вариант власти. А глубинный народ, как такая домная, могучая сила, как домкрат истории, он выдавливает на поверхность вот этот угодный ей тип государственности. Вы часто говорили о роли Сталина в истории СССР. И уже до этого немного ранее упомянули его. Недавно была очередная годовщина генералиссимуса. Многие известные люди вновь высказывались в духе того, что Сталин – красный террор, позорная страница нашей истории и прочее. Все мы знаем. В частности, Сергей Доренко даже написал обращение к властям с требованием убрать прах Сталина из Кремля. Что вы ответите Доренко на такое предложение? Я скажу, Сереж, ты имеешь в виду меня извини, а я написал обращение к властям убрать тебя с радиостанции. И посмотрим, что скорее произойдет. Уберут Сталина, или тебя за шею прогонят с радиостанции. Видите, эти знаменитые вельможные люди очень долго и постоянно будут говорить, что Сталин – это палач. И вот эта антисталинская такая проповедь, риторика, яркая, это же все яркие люди, говорят это с основанием, она будет проходить на фоне неизбежного и мощного возвращения Сталина в сознание русского человека и русской истории. Мы же видим, что как ни стараются, какие-то бульдозеры не пускают для того, чтобы выкорчивать и вырыть Сталина из русской истории. Он не просто не уходит, он опять нарастает, он возвращается как символ и как смысл. Александр Ильич, большая часть вашей жизни – это все-таки время Холодной войны. Действительно, пришлось пережить именно те моменты. Той старой Холодной войны между Советами и Западом на данный момент уже есть, но на данный момент уже нет, но существует сегодня, но тоже можно назвать ее Холодной войной, в том числе информационной, как одна из ее составляющих. Как нам всем остаться людьми в этой Холодной войне? Своего рода Советы Бывалого. Да я думаю, что мы в любом случае останемся людьми, как остались ими во время Холодной войны. Просто Холодная война-2 нынешняя отличается от Холодной войны-1 тем, что Запад осуществлял против России очень мощное воздействие. Самые разные – информационное, культурное, военное. Была даже такая формула – информационное оружие. То есть он создавал систему воздействия, чтобы дезорганизовать наш социум по разным направлениям. Перестройка – это триумф этих воздействий, это триумф западной концепции, которая нас перемолотила. Нас перемолотили, потому что та часть Холодной войны, которая связана с созданием лоббистских структур в стане противника, она привела к созданию лобби в Кремле. Возник кремлевский лоббизм. Горбачев, а тогда и Шаварнадзе, и Яковлев, и довольно много таких вот прозападных интеллигентов, которые были и в МИДе, и в КГБ. Они разрушили страну. И Холодная война была проиграна Советским Союзом именно потому, что были ренегаты, управлявшие российским централизмом. В самом центре был институт разрушения страны. Сегодня Запад воздействует на Россию гораздо более мощными средствами, чем во времена Советов. Средства гораздо более сложные, мощные, а у России нет адекватных ответов на это воздействие. Я чувствую, как мы мечемся, у нас не хватает энергии, ресурсов. Нас отличает от перестройки две вещи. Первое. У нас нет предателей в Кремле. Президент, он государственник. И второе. Народ наш вкусил распад. Он понял, что даже жестокое государство лучше, чем его отсутствие. И пока народ помнит кошмар 90-х, кошмар потери исторического времени, кошмар потери техносферы, завоевания, кошмар потери популяции, кошмар всего. До этих пор американцам с их холодной войны здесь делать нечего. Александр Ильич, стоит отметить, что тот же железный занавес, ничего западного за его пределы не проходило. Потом начали поступать определенные товары, продукты, информация, какие-то новшества. Вот как соблюсти эту грань, чтобы не стать шовинистом, с одной стороны, отрицая все западное, но и с другой стороны не дать в обиду исконно русское? Ну, это грань этой гранью. Этой гранью должен проводить лидер, политик. Ну, вот вы говорите, что же был железный занавес, который отделял нас от Запада. Ну, конечно, он был. Но при этом Сталин покупал целые заводы западные. И эти заводы заставляли работать соммы западных инженеров. Но разве это изоляция? Нет. Мы черпали из Запада все самое новое, все самое эффективное. Это было так. Теперь, что касается сегодняшних взаимоотношений с Западом, я думаю, что западная элита, сегодняшняя прозападная элита, которая явилась результатом открытости России и которая набрала очень большие обороты, ее можно уравновесить с созданием патриотического уклада. Что и делается сейчас? Вот этот патриотический уклад, который был высмеян, затоптан в 90-е годы, он взрастает. И наш главный садовник выращивает этот патриотический сад. А тогда на его месте сидел лесоруб, который вырубал все эти патриотические насаждения. И это прекрасный противовес вот этой либеральной интеллигенции. Речь идет о глубинном народе, который никогда не был в глубине, он всегда был в небесах. Глубинный народ тем и отличается от периферийного народа, что его корень находится глубоко в земле, а его крона, его голосова, голова там вот в империи, в красоте, в синеве небесной. Александр Иванович, продолжая вашу тему, вы до этого говорили о ренегатах в Кремле, которые, наверное, в какой-то мере поспособствовали развалу четвертой империи, да, следуя вашей категоризации империй. Процитирую снова вас. Арестованный в Совете Федерации сенатор, мы понимаем, о ком мы говорим, это метеорит, который уже упал, да, и коррупция страшна не только тем, что из общей народной копилки выхватывается общенародное достояние, да, обрекая на бедность, голод, болезнь, весь остальной народ. Коррупционеры страшны тем, что они предпочли золотого тельца. Да, по сути, их купили, если говорить простым языком, их действительно купили, и им глубоко плевать на интересы страны, они предпочитают озолотиться сами. Вот в этом случае коррупция в России, это неискоренимое явление, и сначала были заявления о том, что да, мы поборем коррупцию, потом спустя какое-то время говорили, что ну коррупцию полностью победить не удастся, да, но тем не менее мы попытаемся ее сдерживать. На сегодня коррупция в России действительно это как явление, оно неистребимо. Вот почему Сталин растает в российском сознании в связи с коррупцией. И в сталинские времена это была, конечно, пора, где не было коррупции. Ну были отдельные дурни, которые попадались на купюрах, их тут же уничтожали. Поэтому с коррупцией можно расправиться. С коррупцией расправился Сингапур, став великой страной, будучи крохотным. С коррупцией покончил Китай. Он время от времени расстреливает мэров городов. Ну это же капля в море по сравнению с тем величием, с той огромной массой национального продукта и дохода, который Китай производит. То есть смертная казнь это реальный выход? Смертная казнь это выход? Нет, ну это почему? Не обязательно смертная казнь. Ведь существует много способов перевербовки вот этих предателей. Их можно заставить работать на страну, на нацию, была бы политическая воля. Просто ее не достает сейчас. Тоже торжество коррупционеров это событие в Венесуэле, да? То же самое, да, американцы, обладающие несметными богатствами, это тоже ваши слова. По сути купили, да? Купили определенный класс людей, которые... Так же было и с Адамом Хусейном, это опять же вы говорили. Как сделать так, чтобы люди не продавались, если мы говорим о Россию и о ее регионах? Все-таки будет обидно, если империя, пятая империя, да, пойдет из-за таких же ренегатов, которые уничтожили Советский Союз. У меня тоже нет на этот счет рецептов. Я просто знаю, что Иуда, это предатель всех временных народов, он был заложен в историю. Он был заложен в историю, и без Иуды не произошло бы вот этого великого Христово деяния. Поэтому Иуда, как высшее выражение тьмы, как высшее выражение греха, потому что грехом, самым страшным грехом, по Данте, который написал свой ад, это центр ада, в котором сидит Вильзевул, сатана, и грызет того, кто предал своего благодетеля. То есть он грезет Иуду. Иуда предал своего благодетеля, Горбачев предал свою партию и свою страну и так далее, как и Ельцин. Но поэтому нельзя сделать так, чтобы люди не продавали кого-нибудь. Все найдется предатель, грешник. Но я думаю, что сама философия русской мечты, которая приносит людям весь оттуда, с небес, из идеального бытия, и люди начинают понимать, что кроме золотого тельца существуют эти божественные сады, этой красоты. И что Россия страна, в которой они живут, несмотря на свои помойки, дурные дороги, утлые дома, что это райская страна, что в этой стране совершаются величайшие подвиги человечества. Если люди поймут это, почувствуют, они не будут предавать, они не будут коррумпировать. Александр Иванович, а вы вот говорите, мы плавно подошли, говоря о Венесуэле, наверное, к многочисленным проектам, инициированным Западом, и к тем же цветным революциям, которые не единожды уже случались, в том числе и на постсоветском пространстве. Но как отличить революцию как проект заинтересованных сил, или революцию, или в принципе определенное волеизъявление людей, как их непосредственное решение? Вот на примере Крыма, да, вы сказали, что это мнение людей, они его высказали, они его, по сути, своими руками сделали, это чудо, и это факт. А каким образом отделить одно от другого? Ну, просто в Венесуэле нет персонеса. Ну, во Франции есть, допустим, желтые жилеты, но они, видимо, тоже никоим образом не были способны сотворить чудо, в отличие от крымчан и крымского персонажа. Они несли в себе крупные социальные идеи, они такие французские бузотеры. Ведь в западной, в том числе французской субкультуре есть память о горячей Сорбоне, восстании 68-го года, это хороший стиль. И у нас тоже в России есть такие левые, которым нравится бунт. Идея бунта, нигилизма, погромов. Я думаю, что если бы желтые жилеты захотели совершить реальную революцию, они бы добыли оружие, и Франция была бы другой. Ну и, наверное, важна цель, да? Мы хотели что-то нематериальное, мы хотели духовное. Не сравнивайте это. У вас не было революции. Это не революция. Я иногда называю Крымскую весну революцией. Мне кажется, что это преображение, а не революция. Революция – это действительно нечто сокрушительное, ломающее уклады. А вы из одного состояния в другое пришли как бы за секунду, условно говоря. И у вас не революция, у вас преображение. Это гораздо более возвышенный и сложный, мало кому дарованный процесс. Поэтому я говорю, что это чудо. И немного, если говорить о либералах, вы их тоже вспомнили, да? Вот снова вас процитирую. Нельзя не заметить, что над Россией вновь нависла тень либерализма. И из подземных пещер вылезли все, кто, казалось, бесследно исчезли в подземельях русской истории. Оживилась семья. То есть их много, если мы говорим о семье. Их очень много. Что семья – это ядро этого либерального реванша. Кроме семьи и людей, находящихся в недрах семьи, существуют такие персонажи, как Ксения Собчак. Она же семья абсолютно, как и Собчак. Или, например, мощнейшая радиостанция «Эхо Москвы», которая только внешне является радиостанцией. На самом деле это консолидированная партия нового типа, либеральная. Которая занимается организацией, воспитанием, созданием партийных либеральных элит. А вы отличаете вот этих либералов от ренегатов, о которых мы ранее говорили? Или для вас это одно и то же? О ренегатах, которые предали Советский Союз. Да, ну или которые могут в перспективе предать страну. Я их не отличаю, потому что сейчас проходил, я Горбачевский юбилей проходил. И когда говорят, что оставил после себя Горбачев, а он оставил после себя Россию, потерявшую треть своих самых драгоценных территорий. Он оставил после себя Россию, которая потеряла миллионы своих сынов, будучи разделенным народом, и не родившихся миллионы русских людей. Он оставил после себя Россию, лишенную великой советской техноцферы, разрушенной здесь, и великой советской культуры. И при этом находятся люди, которые славят его и славят его достижения. О чем это говорит? Это говорит о абсолютно ином, асимметричном сознании. Когда-то была пора, как раз после 91-го года, перестройки, когда я их ненавидел. Я их считал вражденцами. Они мне подобны, но они предали все мои качества. А у меня сейчас к ним гораздо более спокойное отношение. Я их считаю просто нелюдями. Или каким-то особым народом, как в Библии говорят, народ шедим. Это таинственный народ, который забрел в недрах человечества. И творит здесь чудовищные вещи, до конца непонятные обычным людям, обычным смертным. Это асимметричная, какая-то асимметричная генерация. И поэтому я, конечно, борюсь с ними как угодно. Но мне уже не хочется взять в руки автомат. Я знаю, что с помощью русской мечты можно сделать гораздо больше, чем с помощью калаша. Вы говорите о том, что сегодняшняя Россия остро нуждается в победах. Но разве мало побед нам сегодня? Крым, первоочередная победа. Даже связанная с полуостровом тот же Крымский мост. Это еще одна победа. И масса других, многочисленных. Ну нет, их не масса. Но они есть. Они есть. Эти победы привели Россию к новому, к новой форме, к новому этапу своей государственности. И потом мы остановились. Мы остановились в развитии. И остановка в развитии очень опасна и страшна. Потому что динамика в мире колоссальна. А Россия задержалась на этой ветке и не взлетает с нее. Поэтому, когда я говорю, что Россия нужна победа, Россия нужны свершения, которые перевели бы нас на абсолютно новый, еще на один новый цивилизационный уровень. То есть это безостановочный процесс победы. Достижение одной, переход к следующей. Ну конечно, конечно. Вы же видите, повторяю, мир страшно меняется быстро. И в этих переменах у нас на глазах осыпаются целые системы ценностные. И возникают совершенно неожиданные. Возникают такие грибы, которых раньше в лесу не бывало. И поэтому нам надо быть гораздо более пластичны, динамичны. Нам нужна динамика. Путин все время говорит о прорыве, прорыве, прорыве. Но мы немножко задержались с этим. Прорыва еще нет. Александр Ильич, вы хоть и сказали, что вы не геополитик, но в основном геополитические вопросы мы с вами и обсуждали. А если говорить о вашем творчестве и вашей работе, чем живет газета «Завтра»? У вас действительно остался бумажный тираж в 100 тысяч экземпляров? Нет. Интернет вас не победил еще, как газету печатать? А я не знаю. Там же написано 100 тысяч. Да, вот была информация. Значит, мы врем просто. Я же давно не заглядывал на титры. У нас тираж в хорошие времена, то есть в зимние времена, примерно 60 тысяч примерно. А в худые времена иногда доходит до 35. Вот такой у нас тираж. И это следствие, конечно, всего, и электронных версий, электронного интереса. Да потом все-таки, когда мы были такой радикальной оппозиционной газетой антиэльцинской, и когда нас расстреливали из танков, конечно, интерес к нам был больше, чем теперь, когда мы стали газетой государства российского, проповедующего русскую мечту. Ну а на сегодня у вас устойчивый косяк читателей, ваши ровесники, или все-таки молодежь тоже интересуется? Ну, конечно, только мои ровесники и старшие. Главный, основной читатель газета «Завтра» — это человек, которому 200-250 лет. Вот так вот примерно. Понял. Я знаю, что буду читать лет через 100. Скажите, вы много работаете сегодня? Пишите статьи, блоги, путешествуете по всей России, снимаете фильмы, опять же, да, собственно... Еще иногда пишу романы. Два романа в год. Вот об этом и поговорим. Да. Большие литературные формы. О чем? Что вас вдохновляет столько лет? Вы весьма плодовитые их пишете. Не весьма, а чудовищно плодовитые. Меня вдохновляет историческая динамика. Я не писатель ретроспекций. Я иду вслед за своей историей. Я иду вслед за историей моего государства, моей страны. И когда возникает какая-то новая формула, когда наша история своеминутно складывается в новую конфигурацию, в новый кристалл, я ее стараюсь вычерпать и внести в свои романы, в свои тексты. А поскольку история движется постоянно, то и у меня нет отдыха. Я охотник за историей. И в завершении нашей беседы, что пожелаете крымчанам в эти дни, дни и годовщины русской весны в Крыму? Внутреннего ликования. Чтобы то ликование, которое было в 2014 году, их не оставляло. И чтобы это ликование, сдержанное или открытое, чтобы оно крымчанам дарило великое успокоение и великую уверенность, что все было правильно. И все, что сейчас совершается, как бы это ни казалось трудным, нелепым, мучительным, все тоже неизбежно правильно. И что русская весна и крымская весна, и крымский мост, все это явление русской мечты. Александр Ильич, благодарю вас за беседу. И желаю, чтобы вы русскую мечту нашли, хотя, по сути, вы, наверное, ее уже нашли, и привели к ней всех русских людей. Благодарю вас, вам успехов в работе. Благодарю зрителей за внимание. Увидимся с вами завтра в этой же студии в программе «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим.